МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречайте новый день с нами. А сейчас вы увидите в нашей программе. Безопасность дорожного движения. На совещании окружной администрации обсудили мероприятие по изменению аварийности на дорогах. Встреча с министром. Жители Одинцовского округа задали волнующие вопросы министру транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Рецидивная преступность. О последствиях такого рода правонарушений рассказали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Реабилитация детей с ДЦП. Мастер-класс по применению лечебного костюма для таких пациентов провели в Одинцове. Люди как люди. Всероссийский фестиваль инклюзивного образования прошел в Одинцове. Лучшие из лучших. Церемония награждения победителей окружного фестиваля искусств Ступени прошла в Одинцовском центре эстетического воспитания. Сегодня будет много нового и интересного. Итак, сегодня 10 апреля. В этот день, в 1722 году, по указу Петра Первого, в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой. А в 1912 году британский лайнер «Титаник» вышел в свое первое и последнее плавание. Предлагаю узнать, какими еще интересными и значимыми событиями запомнилось 10 апреля. 42 года назад, 10 апреля, в Москве, открылся мемориальный музей космонавтики. Открытие его приурочили к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина. В музее около 70 тысяч экспонатов. Центральное место здесь занимают комплексы, которые посвятили запуску первого в мире искусственного спутника Земли и первому полету человека в космос. А еще там представлены настоящие космические аппараты, скафандры, снаряжение космонавтов и даже их личные вещи и документы. Некоторые экспонаты музея уникальны, например, спускаемый аппарат, в котором на Землю из космоса вернулись собаки – Белка и Стрелка. Также в этот день, 313 лет назад, в Англии вступил в силу закон об авторском праве. Подобных ему в истории еще не было. Он позволял писателю продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечению времени право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок. В России закон приняли только спустя 118 лет – в 1828 году. А в 1832 году, 10 апреля, в России были введены звания почетных граждан для лиц недворянского происхождения. Этим титулом они имели право именоваться во всех официальных документах. Звание присваивалось только именным указам императора и могло быть личным и потомственным. Потомственное давалось по рождению детям дворян и некоторым другим категориям граждан. Личное – детям духовенства, не имеющего соответствующего образования, а по ходатайству – лицам, окончившим университет или некоторые высшие учебные заведения, а также чиновникам. Но между тем, у нас в округе тоже происходит немало интересного. Действительно, вопрос безопасности движений на дорогах обсуждался в рамках еженедельного совещания в администрации округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов заслушал отчет ответственных лиц и сотрудников госавтоинспекции по проведенным мероприятиям, которые изменят аварийную ситуацию в округе и позволят снизить смертность на дорогах. Елена Краева с подробностями. Ежегодно администрация Одинцовского округа проводит ряд мероприятий, которые обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения. Объем работ включает в себя капитальный и ямочный ремонт, установку новых светофоров, обустройство пешеходных переходов с направленной подсветкой. Местам повышенной опасности уделяют особое внимание. В целях повышения безопасности дорожного движения, я уже сказал, на Можайском шоссе запланировано реализовать мероприятие по установке тросового ограждения от улицы Чикина до пересечения с Красногорским шоссе. Также внесем изменения в организацию дорожного движения, закрыв нерегулируемый левый поворот во двор на Можайское шоссе у дома 71. При этом будет организован левый поворот с поворотом карманов дополнительной секции на светофорном объекте на пересечении с улицы Вокзальной. На традиционном совещании в администрации сотрудники госавтоинспекции и руководители подразделений доложили главе округа Андрею Иванову о ситуации на дорогах в муниципалитете и комплексе мер, направленных на предупреждение ДТП. Среди первоочередных задач – своевременное выявление проблемных участков, улучшение качества дорог и усиление профилактической работы. Наша общая совместная задача с ГИБДД, региональными и федеральными службами – сделать так, чтобы это число погибших равнялось нулю. И до тех пор, пока этот показатель не достигнут, наша задача не может считаться полностью выполненной. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Все-таки на дорогах всегда нужно быть осмотрительнее, внимательнее и уважать друг друга. Однозначно совершенно. И главное – прозаблюдать правила дорожного движения. Согласна. Ненадлежащее состояние остановок или их отсутствие строительства железнодорожных переходов, организация транспортного сообщения – это основные вопросы, которые волнуют жителей Одинцовского округа. Их встреча с депутатами Госдумы и министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком в онлайн-формате прошла в местном офисе партии «Единая Россия». Подробности в сюжете Полины Баховой. Наталья Хлопина – староста деревни Зайцево и знает о проблемах этого населенного пункта изнутри. Вопросы транспортного сообщения она задала на онлайн-встрече депутатам Государственной Думы от «Единой России» и министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексею Гержику. «Нет сообщений для жителей деревни Зайцево с поселка Кокошкино, где у нас находятся железнодорожные станции. Отсутствие транспортного сообщения с городом Одинцово, соответственно, где у нас находится администрация. И такие основные, как МФЦ для жителей, где получают государственные услуги МОСОБУЛЭнергия и МОСОБУЛГАЗ». А жители Баковки обратили внимание министра на состояние автобусной остановки в сторону Москвы. Это не только неэстетично, но и может представлять угрозу для жизни. «Хотелось бы озвучить вопрос о ненадлежащем состоянии автобусной остановки. Это на Минском шоссе. То есть остановка находится по металлической конструкции прогнили. Она представляет реальную опасность». Кроме того, жители поселка Баковка просят построить железнодорожный переход. Он был здесь ранее, но его ликвидировали в связи с вводом в эксплуатацию первой линии МЦД. Отсутствие перехода доставляет жителям большое неудобство. «Все поступившие запросы будут проработаны», заявил министр. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одельцова». Оля, вообще, кстати говоря, хотелось бы, наверное, о погоде поговорить, как всегда. Прекрасные птички поют. Вообще красота на улице. Согласна. Но точнее нам скажет об этом прогноз погоды. Да, я думаю, кстати говоря, что молодежная редакция, которая занимается нашим прогнозом погоды, расскажет об этом несколько позднее. Ну а сейчас мы просто сдадим небольшой анонс нашей погоды. Сколько там будет у нас градусов? Сегодня в Одинцовском округе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 8-12 градусов со знаком «плюс». Подробнее о том, какая погода нас ждет, смотрите через несколько минут. О ней нам подробно расскажет наша молодежная редакция. Кстати, в Подмосковье замечены первые пробудившиеся от зимней спячки бабочки. Такие виды, как крапивница, павлиний глаз и лимонница. Вопреки распространенному мнению, они питаются не только нектаром, но также любят еще и древесный сок, который ранней весной достатки, Оль. Ну а другие новости региона смотрите прямо сейчас. Мобильные многофункциональные офисы из Балашихи, Одинцова, Мытищ и Зарайска по поручению губернатора Андрея Воробьева передали Донецкой Народной Республике для предоставления государственных услуг жителям новых регионов. Переданные мобильные офисы МФЦ оборудованы ноутбуками, модемами, роутерами и многофункциональными устройствами, соединяющими в себе функции принтера, сканера и копировального аппарата. Жители новых регионов могут обратиться в МФЦ за получением порядка 30 социально значимых государственных услуг МВД, Росреестра, ФНС, Социального фонда России и Роспотребнадзора. В Московской области приступили к подготовке парков, лесопарков и общественных территорий к летнему сезону. В нормативное состояние приведут парковки, входные группы, газоны, системы видеонаблюдения и оповещения, фасады зданий и сооружений, нестационарные торговые объекты, дорожки и тротуары. Кроме того, с наступлением теплой сухой погоды планируется провести ежегодную окорицидную обработку территорий парков от клещей. Всего в регионе насчитывается 184 парка и лесопарка, а также более 2500 общественных территорий. Все они до конца апреля будут приведены в порядок. В Подмосковье стартовал сезон кикшеринга. Прокат электросамокатов уже доступен в 14 городах. Оборудовано больше 4900 парковочных пространств, а к аренде доступно порядка 5000 электросамокатов. Для безопасного и комфортного передвижения в ряде городов организованы специальные полосы на тротуарах, а также ограничена скорость до 15 км в час в пешеходных зонах. При использовании электросамоката следует помнить о своей безопасности и правилах дорожного движения. Далее в программе. Рецидивная преступность. О последствиях такого рода правонарушений рассказали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Реабилитация детей с ДЦП. Мастер-класс по применению лечебного костюма для таких пациентов провели в Одинцове. Люди как люди. Всероссийский фестиваль инклюзивного образования прошел в Одинцове. И лучшие из лучших. Церемония награждения победителей окружного фестиваля искусств «Ступени» прошла в Одинцовском центре эстетического воспитания. Но об этом мы поговорим немножечко позднее, буквально через несколько минут. Так что смотрите, не переключайтесь. Ранее в программе. Безопасность дорожного движения. На совещании окружной администрации обсудили мероприятие по изменению аварийности на дорогах. Встреча с министром жители Одинцовского округа задали волнующие вопросы министру транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. А впереди у нас еще много интересных тем. Да, действительно, сегодня отмечают Международный день движения сопротивления. День гольфиста и день фельдъекерской почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. О других праздниках узнаем прямо сейчас. Сегодня православные отмечают Великий понедельник. Это начало страстной недели Великого поста. Дата его празднования варьируется каждый год. А еще в эту неделю православные продолжают держать пост. Он становится более строгим. Разрешены только хлеб, овощи и фрукты, а некоторые проводят день совсем без еды и воды. В старину именно в этот праздник девушки устраивали гадания. Они выглядывали в окно, и если видели мужчину, это было хорошей приметой. Она предвещала благополучие на следующие три месяца. Если появится старушка, то это к неудаче. Девушка означало отсутствие болезней, а несколько людей – прощение прошлых обид. Ежегодно 10 апреля во многих странах мира отмечается День брата и сестры. Впервые событие появилось в Индии. В этой стране праздник отмечается на национальном уровне. В России День брата и сестры – неофициальный праздник, но с каждым годом популярность торжества растет. Ведь это отличный повод вспомнить о том, что на Земле есть близкая родственная душа. Еще сегодня общепланетарный праздник – День рождения спички. Это изобретение стало величайшим прорывом в развитии цивилизации. Ведь раньше огонь с трудом добывали двумя способами – трением и высеканием искры из камня или кремня. Первые фосфорные спички появились в начале 19-го столетия. Их придумал во Франции молодой студент Шарль Сориан. 10 апреля 1833 года он заменил в общей смеси для спичечных головок белый фосфор на желтый. Именно этот день стали считать днем рождения спички. Также сегодня отмечается День фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил России, День сельскохозяйственных животных, Всемирный день гомеопатии, День рождения английской булавки, День составления загадочных словарей и День круассанов с корицей. Что не день, то праздник. Но стоит помнить то, что когда отмечаете праздники, нужно вести себя очень аккуратно. Соглашусь однозначно совершенно. Ну а мы продолжаем наш выпуск. И рецидивная преступность – одна из самых опасных ее разновидностей. В зависимости от степени тяжести и характера нарушений закона суд выносит приговор. Последствием рецидива преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации становится более строгое наказание. Подробнее об этом рассказали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Рецидивная преступность несет в себе повышенную опасность для общества. Она выражает устойчивое качество и количество совершенных преступлений и связана с упорным нежеланием определенной категории людей вести себя в соответствии с общепринятыми нормами поведения, а также с предпочтением ими криминальных вариантов решения своих проблем. В отношении таких правонарушителей предусмотрена более суровая уголовная ответственность. Рецидивом преступлений в соответствии с частью 1 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое. В зависимости от характера и степени общественной опасности вновь совершенного преступления и наличия судимости за совершенное ранее преступление, рецидив разделяется на простой, опасный, особо опасный. Последствиями рецидива преступления в соответствии с законодательством Российской Федерации является влечение более строгого наказания за совершенное вновь преступление. Опасный особо опасный рецидив препятствует назначению условного осуждения. Также при назначении наказания в виде лишения свободы рецидив преступления влияет на более строгий вид исправительного учреждения. Кроме того, рецидив преступления в соответствии с статьей 3 Федерального закона номер 64 является основанием установления административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, а как следствие установление в отношении такого лица административных ограничений. А теперь к другим темам. Мастер-класс по применению лечебного костюма в реабилитации детей с ДЦП провели в Одинцове. Изобретение является высокоэффективным реабилитационным средством для активного восстановления навыков ходьбы и тренировки мышечной системы у таких пациентов. Продолжит Полина Бахова. Анна – профессиональный нейрореабилитолог, провела мастер-класс по использованию лечебного костюма «Регент». Он используется в реабилитации детей с ДЦП. «Чудо-костюм» разрабатывался Центром авиакосмической медицины. Здесь тоже технология пришла к нам из космоса. И ученые, врачи, которые занимались проблемами космонавтов в космосе, почему, собственно говоря, двигательная сфера страдает, и из космических ракет выносили на руках космонавтов в свое время. И пытались эту проблему решить. И как раз нейрофизиологи пришли к тому, что разработали эту технологию, и она в индивидуальном порядке используется в костюмах космонавтов. Благодаря костюму создается так называемый скелет с нагрузочными элементами. Это максимально приближает ребенка с ДЦП к физиологической ходьбе. Таким образом формируется внутренняя мышечная память и правильный стереотип ходьбы. После каждой процедуры он лучше чувствует свое тело. Потому что большая проблема в том, что когда они наступают на ногу, большая проблема в том, что они просто боятся падения из-за снижения чувствительности, например. Поэтому не используют в ходьбе. После костюма им становится чуть менее страшно, они чувствуют лучше свое тело. Это как раз то, про что я говорила, чуть выше воздействия на праксис. Костюмы очень помогают в работе инструкторам. Заниматься с детьми в нем могут и родители в домашних условиях. Это большое поспорье для реабилитационных центров. Теперь детки в рамках нашего проекта при поддержке фонда президентских грантов смогут у нас в центре заниматься в этих костюмах. Мы приобрели и с самого маленького, именно такие ходовые размеры, чтобы как можно больше деткам смогли мы оказать помощь. Такие технологии активно используются европейскими странами. Специалисты уверены, они могут помочь многим детям и в нашей стране. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». А теперь мы подошли к главной теме дня сегодняшнего. Сегодня мы поговорим о газовой безопасности в индивидуальном жилем-строительстве. Тема актуальна, мне кажется. Ну, учитывая то, что сейчас идет газификация дачных участков по Подмосковью. Это точно. И кроме всего прочего, в нашем округе огромное количество действительно частного жилого фонда. Поэтому я думаю, что людям это действительно будет весьма важно. Ну и поэтому мы, наши корреспонденты, молодежные редакции, отправились на улицы города и узнали у жителей, что необходимо делать, проживая в частном доме для безопасности при использовании газа. Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании газового оборудования в частном доме? Ну, у меня не было такого опыта, чтобы использовать газовое оборудование типа баллон или еще чего-то, потому что у меня центральный газ, как и в квартире. Мне, в принципе, просто, ну, не играемся со спичками, не оставляем открытый газ без присмотра, форточку не оставляем, когда включен, ну, без присмотра, когда включен газ. Ну, наверное, и все. Считаю, что нужно и правильно, чтобы этот баллон стоял как раз вот в специально оборудованном шкафу. И такой у нас тоже располагается. Ну, он должен стоять за домом, на улице, в ящике он у нас специальном стоит, железный. Ну, вентиль, когда уезжаем, вентиль перекрываем, приезжаем, открываем. А у нас нет газа на даче? Да, у меня газовый баллон, я его поставлю так, чтобы он находился вне зоны действия, ну, то есть он, чтобы не в доме находился. Ну, как счетчики, ставят датчики, улавливатели газа, ходят по квартирам, предлагают. Вот, и проверять, и закрывать кран, когда уезжает с дачи. И обязательно должны быть это по технике безопасности, всевозможные предупреждающие, наклейки именно на самом шкафу, в котором находится этот баллон газовый. Мы продолжим эту тему, тему дня, в следующем блоке. Ну, а сейчас, я думаю, будет что-то интересное. Однозначно. Через 5-10 лет московский метрополитен может перейти на использование беспилотных поездов. А вот виртуальная транспортная карта «Тройка» станет доступна для пассажиров уже до конца 2023 года. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. В апреле московские дороги четыре раза помоют со специальным шампунем. Сначала проводится промывка со спецсредством, затем обычная мойка водой. Те участки, которые недоступны для техники, комплексные бригады работников коммунальных служб вымоют вручную. Важно отметить, что моющее средство совершенно безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В московском зоопарке появится несколько новых видов животных. Одним из интересных станет муравьед, млекопитающее, которое обитает в Центральной и Южной Америке. В настоящее время в зоопарке проживают более 10 тысяч видов животных. Акция «Московская музейная неделя» пройдет с 10 по 16 апреля. Программа позволяет распланировать жителям свой досуг и бесплатно посетить все интересующие экспозиции в течение семи дней. Главное – заранее ознакомиться на сайтах музеев, в какой день учреждения участвуют в акции. А теперь смотрите далее в программе. Люди как люди. Всероссийский фестиваль инклюзивного образования прошел в Одинцове. Лучше из лучших. Церемония награждения победителей окружного фестиваля искусств «Ступени» прошла в Одинцовском центре эстетического воспитания. Ну и увидимся через несколько минут. Ранее в программе. Безопасность дорожного движения. На совещании окружной администрации обсудили мероприятие по изменению аварийности на дорогах. Встреча с министром. Жители Одинцовского округа задали волнующие вопросы министру транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Рецидивная преступность. О последствиях такого рода правонарушений рассказали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. И реабилитация детей с ДЦП. Мастер-класс по применению лечебного костюма для таких пациентов провели в Одинцове. Травка зеленеет, солнышко блестит. А сейчас наша молодежная редакция расскажет о погоде. Доброе утро. Погода в Одинцовском округе ожидается малооблачная, с кучевыми облаками, но зябкая. Воздух прогреется до плюс 8, плюс 12 градусов. Вероятность осадков низкая 9%. Атмосферное давление выше нормы 752-753 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный слабый 3 метра в секунду. Относительная влажность от 46 до 76%. Магнитное поле спокойное, что не может не радовать, так как это прибавление светового дня. 13 часов 44 минуты. Луна убывающая. 10 апреля это день святого Валариона. В этот день на Руси выворачивали оглобли, а зимний транспорт отправляли на покой до следующей зимы. Также было принято приводить участок в порядок, чистить пруды и водоемы. А теперь к народным приметам. Дождь к урожайному году. Глухие и долгие раскаты грома к затяжным дождям. Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет. Чибисы летают низко и кричат, то это к засушливому лету. Если сегодня попасть под дождь, то это к хорошей прибыли. Пусть у вас бываются только хорошие приметы, а удача сопутствует во всем. До скорых встреч! Продолжаем наш выпуск. Седьмой Всероссийский фестиваль инклюзивного образования «Люди как люди» прошел в Одинцове. Как родителям особенных детей организовать их обучение, общение и развитие, раскрыть способности и подготовить ко взрослой жизни. Об этом рассказали профессиональные психологи и педагоги. А нам об этом расскажет Полина Бахова. И приплющиваю его шарик и катаю подушечку. Простые задания по работе с глиной для этих детей – настоящее преодоление. Без помощи квалифицированных педагогов их очень сложно научить даже простым бытовым вещам. В школе «Гармония» с ребятами с ОВЗ работают настоящие профессионалы. Таких детей должны обязательно поддерживать специалисты. Люди, которые умеют, знают, как с ними работать, умеют находить подход, умеют раскрывать их таланты и способности. Обучают грамоте, проходят школьную программу, развивают моторику, дают профессию. На Всероссийском фестивале «Люди как люди», который прошел здесь впервые, гостям показали на практике способы и приемы работы с особенными детьми. Таких детей обязательно нужно выводить в образовательное пространство. Они должны учиться общаться, коммуницировать с детьми, со взрослыми. И так потихоньку адаптируем их к социальной среде. В фестивале приняли участие представители администрации и общественной палаты Одинцовского округа – местные активисты «Единой России». Много интересного подчеркнули для себя гости фестиваля – делегации из других округов. Здесь будут мастер-классы. Будут мастер-классы по профессиональному образованию. Психологи рассказывают о особенностях развития этих детей. И поэтому сегодня мы здесь приняли и представители многих школ, которые занимаются с ограничением развития детей. И мы благодарны, что наши соседи из русского городского округа сегодня у нас в гостях. Этот фестиваль посвящен расстройству аутического спектра, психическим отклонениям, связанным с общением, социализацией и речью. К сожалению, количество детей с таким диагнозом год от года растет. Поэтому делиться опытом и знаниями в этой области весьма актуально, уверяют специалисты. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Церемония награждения победителей окружного фестиваля искусств «Ступени» прошла в Одинцовском центре эстетического воспитания. В нем приняли участие воспитанники из всех образовательных учреждений округа. С подробностями наш корреспондент. На сцене Одинцовского центра эстетического воспитания яркие творческие номера участников и лауреатов фестиваля искусств «Ступени». С октября прошлого года ребята со всего округа активно демонстрировали свои таланты. Начинаем мы с традиционной куклы, потом у нас искусство видеть, знать, любить, потом у нас хореографический, потом Одинцовский соловей, живое слово, конкурс чтецов. Фестиваль проходит с 2007 года и включает в себя 8 различных конкурсов. В апреле традиционное награждение победителей. В рамках реализации проекта «Культура Малой Родины» член фракции «Единая Россия» Владимир Веницкий наградил участников вокальной студии. Вокальная студия «Дети солнца». Пикарон Алисимова Верлила Георгиевна. Организаторы фестиваля уверены, что дополнительное образование в округе стремительно развивается. Ребят, которые хотят принимать участие в конкурсах, становится с каждым годом все больше. У нас и прибавление тоже на наших конкурсах участников, у нас по 300 детей у нас бывает на конкурсе, представляете? То есть ей нужно, естественно, там в каждой номинации первое, второе, третье место, но все равно это как бы малая часть того, кто приезжает на конкурс. Какие-то конкурсы проводятся в формате онлайн, конечно. Одна из важных задач фестиваля искусств – ступени – раскрыть таланты людей. Следующий творческий конкурс стартует уже в конце октября. Станислав Трифонов, Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Ну а теперь подошло время, чтобы подвести небольшие итоги вашего опроса и дальше поговорить о теме дня. Ранее корреспонденты нашей молодежной редакции уже узнали у жителей города, что, по их мнению, необходимо делать, проживая в частном доме для безопасности при использовании газа. Ну а теперь мы узнаем мнение эксперта в этой области. И хотелось бы ему задать вопросы. Как обезопасить себя в быту, проживая в частном доме? Что необходимо учитывать при использовании газа? Техническое обслуживание газовой оборудования – это ежегодная процедура, которая должна производиться специализированной организацией. Перечень этих специализированных организаций есть на сайте Одинцовского городского округа, есть на сайте Министерства энергетики Московской области. Житель должен самостоятельно заключить договор на обслуживание своего газового оборудования. Приедут специалисты, которые проведут работы по контролю отсутствия утечек, по контролю качества работы вентиляции приточной и вытяжной, и по чистке горелки, а также по проверке дымоходов и всех систем автоматики. Второй способ, который позволяет снизить вероятность негативных последствий от использования газа – это установка систем загазованности, так называемая САКС. Эти системы в автоматическом режиме контролируют содержание природного газа в воздухе и при превышении его концентрации автоматически перекрывают подачу. А также эти системы могут быть дополнены датчиками контроля СО, то есть выхлопных газов, которые уже идут после котла, когда сгорает газ. Данные газы опасны тем, что они не имеют ни цвета, ни запаха, но при этом являются смертельными при высоких концентрациях. Соответственно, к жителям большая просьба, и это не только просьба, это еще и обязанность всех потребителей газа о проведении технического обслуживания ежегодного специализированной организации. Если этого не делать, то кроме тех последствий, которые я уже описал, есть еще последствия административного характера, а также есть последствия по отключению газа у потребителей, не соблюдающих правила газовой безопасности. Существуют ли признаки неисправного газового оборудования и что необходимо сделать, чтобы этого не допускать? Признаками неисправного газового оборудования, конечно же, в первую очередь является запах газа. То есть в газ добавляют специальные деодоранты, которые дают вот тот специфический запах газа, который все мы привыкли называть запахом газа. На самом деле природный газ ничем не пахнет. И для того, чтобы его обозначить, искусственно добавляют данные деодоранты, которые придают ему вот этот специфический резкий запах. Соответственно, в первую очередь оборудование необходимо регулярно проверять на утечке. На утечке природного газа это проверяется либо методом обмыливания, либо специальными приборами. Сейчас в большинстве случаев используются приборы, у которых чувствительность даже выше, чем чувствительность человеческого обоняния. Соответственно, мельчайшую утечку можно найти в достаточно короткие сроки. Очень большое внимание необходимо уделить вентиляции, как приточной, так и вытяжной. Очень часто люди забывают о том, что для того, чтобы система работала корректно и газ сгорал полностью и эффективно, необходим не только дымоход, но и приток воздуха. В современных квартирах, где есть водонагреватели, этот приток воздуха обеспечивается отдельными каналами. А вот если говорить о старой застройке, где раньше были деревянные окна, а сейчас их заменили на пластиковые, очень часто оборудование испытывает дефицит поступления нового объема воздуха. И, соответственно, начинается история, связанная с тем, что в помещении падает концентрация кислорода. Поэтому это тоже надо обратить внимание тем жителям, которые модернизировали свои окна, заменили их на пластиковые. Оборудование газовое требует приточки, которая должна позволять обеспечить объем кислорода, необходимый для горения в режиме максимальной нагрузки. А если говорить о том, что происходит после того, как газ горел, образуется угарный газ. Этот газ опасен тем, что у него нет ни цвета, ни запаха. И его воздействие человек воспринимает очень незаметно для себя. Поэтому необходимо также контролировать качество работы дымохода и качество работы вытяжной вентиляции. Вытяжная вентиляция проверяется анеометрами. Это специальные приборы, которые контролируют количество воздуха, поступающего в единицу времени. А дымоходы также контролируются визуально на прогар, потому что могут появиться прогары. И на предмет тяги также нужно их проверять. В части самих котлов современные котлы достаточно хорошо защищены, но необходима обязательная чистка и регулировка горелки, потому что продукты сгорания остаются на соплах, и некоторые сопла могут выходить из своих проектных режимов. Ну и, соответственно, чистить теплообменник для того, чтобы качество работы котла и его КПД оставалось на уровне, заложенным заводом. Все остальные системы, это система водоподачи и система подачи теплоносителя, если это водогрейный двухконтурный котел, любая система газоснабжения, также должны ежегодно осматриваться на предмет утечек. Вот, газовый счетчик, он тоже входит в систему теплоснабжения и также подлежит ежегодному осмотру. Редуктор газовый, если он стоит, то есть если к потребителю приходит газ среднего давления, то должен быть установлен редуктор, который понижает его, и этот редуктор также требует ежегодного осмотра, проверки на наличие утечек и чистки фильтра, если он там установлен. Потому что в магистралях тоже могут быть какие-то частицы, которые этим фильтром задерживаются, и со временем фильтр снижает свою пропускную способность. То есть объем работ, который проводится при техническом обслуживании, он достаточно большой, и он должен выполняться специалистами, которые разбираются в этом, и обязательно они должны провести его в те сроки, которые я уже оговаривал, это один год. Каждый год необходимо осматривать так же, как мы делаем МТО-машины, так же и газовое оборудование требует обязательного внимания и ежегодного обслуживания. При этом надо понимать, что если газовое оборудование не обслуживает, то оно несет в себе не только комфорт, но и опасность. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Миноборнауки в 2023 году выделила российским вузам почти 600 тысяч бюджетных мест, из которых 40% отведено инженерным специальностям. Это 835 мест. При этом существенное увеличение предполагается по всем ключевым укрупненным группам, специальностям и направлениям подготовки. Сотрудничество России и Китая в образовании демонстрирует больше ярких моментов. Стороны создали Китайско-Российский комитет по гуманитарному сотрудничеству, под комиссию по образовательному сотрудничеству, и достигли консенсуса по продвижению взаимного признания дипломов и ученых степеней и созданию международной образовательной сети. Интересно, что русский язык в Китае изучают порядка 90 тысяч человек, а число россиян, обучающихся китайскому языку, составляет примерно 40 тысяч человек. В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул. Сейчас в Госдуму Российской Федерации был только внесен этот законопроект. И пока он не принят, действует норма закона, по которой в 2023 году работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также в связи с празднованием Дня Победы с 6 по 9 мая. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Получив доступ к личному кабинету пользователя, аферисты стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода. Будьте внимательны и не доверяйте подозрительным лицам свои данные. Далее в программе. Про искусство в нашей постоянной рубрике расскажем о жизни и творчестве Марка Шагала. Новости онлайн. В Одинцовском округе появится лунная станция. Ну и увидимся через несколько минут. Ранее в программе. Безопасность дорожного движения. На совещании окружной администрации обсудили мероприятие по изменению аварийности на дорогах. Встреча с министром. Жители Одинцовского округа задали волнующие вопросы министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Рецидивная преступность. О последствиях такого рода правонарушений рассказали сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Реабилитация детей с ДЦП. Мастер-класс по применению лечебного костюма для таких пациентов провели в Одинцове. Люди как люди. Всероссийский фестиваль инклюзивного образования прошел в Одинцове. И лучшая из лучших. Церемония награждения победителей окружного фестиваля искусств в ступени прошла в Одинцовском центре эстетического воспитания. Ну, мы уже рассказали о важных исторических событиях, которые произошли 10 апреля, а также о праздниках, которые отмечают в этот день. Давайте узнаем, кто сегодня родился. Сегодня день рождения советской и российской поэтессы, писательницы Беллы Ахмадулиной. Родилась она 10 апреля 1937 года в Москве. И уже в 16 лет начала печатать первые свои произведения. Тогда она была уже известной поэтессой и выступала в университетах, политехническом музее. Первый ее сборник «Струна» вышел в 1962 году. Всего их было около 30. Белла Ахмадулина была награждена Орденами Дружбы Народов за заслуги перед Отечеством 2-й и 3-й степени, за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы. Еще в этот день, в 1952 году, родился советский и российский политический деятель и экономист Григорий Явлинский. В один день с ним на свет появился актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо Стивен Сигал. Русский и французский художник помимо графики и живописи занимался также сценографией и писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда 20 века. Среди самых известных его произведений «Прогулка и над городом», образующий вместе с полотном двойной портрет «Триптих». Марк Шагал родился в Витебске в семье приказчика. Отец мечтал, чтобы он был успешным бухгалтером. Но молодой Марк только рисовал, рисовал и рисовал. Однажды друг зашел к нему в комнату, увидел стены, густо увешанные рисунками, и сказал «Да ты же художник!» Это слово просто заворожило его, и он не думал ни о чем другом. Но научиться мог он только у Рембрандта. Но где же его взять? Поэтому Марк уезжает в Петербург в Академию художеств. И там получает свой первый и самый главный щелчок по носу. Он провалил самый главный экзамен, вернулся в Витебск опустошенный, не знал, что делать, но встречает свою любовь Беллу. Белла становится его музой на очень долгие года. С этого момента он пишет картины, он работает. Он не хочет быть ни на кого похожим, он хочет видеть мир по-своему. Но в стране случаются катаклизмы. Приходит 1917 год. Новые времена, новые веяния. Мы наш, мы новый мир построим. К сожалению, такая живопись уже не нужна. Нужен конструктивизм, нужны профессионалы. И вот здесь возникает самый главный конфликт его жизни. Марк Шагал и Казимир Малевич, основатель супрематизма. Рамки Советской России становятся ему тесны. Он уезжает в Париж. Париж открывает ему двери. Он знакомится с людьми, он знакомится с галеристами, с элитой. И в этом помогает ему, кстати, его учитель Лев Бакс. Марк Шагал становится модным, востребованным художником. Много творит, хорошо продает картины. И живет, в общем-то, неплохо. Но случается Вторая мировая война. От нее он бежит в Америку. Но Америка не становится его новым домом. Сразу после окончания войны он возвращается в Париж. К сожалению, любовь к его жизни Белла умирает. И через какое-то время он знакомится с новой своей музой. Валентина Бродская так звали вторую жену Марка Шагала. И, как многие считали, она подмяла художника под себя. И если Белла была его музой, то Валентина была его менеджером. Однако он очень плодотворно творил. Он делал очень много работы, выставок. Хорошо продавался и прожил очень длинную жизнь. Он умер в 97 лет в лифте, оторвавшись от земли. Только так он мог творить. Только так он видел своих персонажей. Так он жил. В отрыве от земли. Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены к 2025 году. В первую очередь обсуждаются рейсы в Куала-Лумпур из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. А что еще интересного произошло в мире, узнаем в нашей рубрике «Новости мира». Таинственный портал запечатлели над Аравийским морем. Недавно, во время прямой трансляции, камеры МКС запечатлели неизвестный объект, который внезапно появился над Аравийским морем. Об этом сообщает сетевое издание о буфологии. Странный объект превратился в нечто, похожее на портал или планету. При этом он вращался, перемещаясь в пространстве, и медленно исчез. Исследователи задаются вопросом, может ли этот объект быть межпространственным порталом, или это неопознанный летающий объект необычной формы. Возможно ли, что это какое-то небесное тело, которое случайно раскрыло себя. Некоторые пользователи предположили, что пространство в определенный момент сработало как линза, которая визуально приблизила летящий в космосе астероид. Что бы это ни было, остается загадкой, что именно произошло над Аравийским морем. В Великобритании 22-летняя Милли Холтон из города Йорка добилась отмены штрафа в 60 фунтов стерлингов, около 6 тысяч рублей, за парковку с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. По словам Холтон, штраф за неправильную парковку был выписан по ошибке. У девушки есть разрешение парковаться на улице, где она оставила машину. Находчивая британка попросила робота описать правдивую версию событий, оспаривающую получение штрафа. Искусственный интеллект придумал слезливое письмо о том, что разграничительные линии были нечеткими, девушка очень устала на двух работах и вообще откуда у бедных студентов могут быть деньги. Сформулированное ботом письмо Холтон отправила в городской совет, и штраф был отменен. Сэкономленные деньги девушка потратила на вечеринку в честь своей победы. Польские ученые обнаружили в картофеле уникальные противораковые вещества. Исследователи во главе с Магдаленой Винкель из Университета имени Адама Мицкевича изучили молекулярные процессы и выяснили, что противоопухолевым потенциалом обладают пять гликоалкалоидов солонин, чаканин, солосанин, соломаргин и томатин. Наиболее эффективным из них оказался солонин, который содержится в плодах, ботве и кожуре картофеля. По словам ученых, он блокирует размножение лейкозных клеток, останавливает превращение в организме некоторых химических веществ в канцерогены и подавляет метастазирование уже существующих опухолей. Не всегда удается телевизор посмотреть и услышать новости актуальные, но всегда можно обратиться в соцсети и там прочитать интересную информацию. Самую интересную и актуальную информацию, кстати говоря, с ней нас познакомит наш корреспондент. Все самое интересное из соцсетей нашего округа. В Московской области подвели итоги зимнего сезона. Самым популярным у лыжников оказался парк имени Ларисы Лазутиной, который находится в Одинцове. Покататься на лыжах туда пришли более 178 тысяч человек. Об этом пишут в телеграм-канале «Проокруг». Немного о творчестве. На территории парка «Патриот», который находится в Кубинке, действует пушкинская карта на посещение партизанской деревни, музейной площадки номер один и на экскурсию в технический центр. Оплата пушкинской картой возможна только на объектах в кассах парка. Об этом сообщает телеграм-канал «Проотдых». И самое интересное на сегодня. В Одинцове появится лунная станция. Пока идут поиски места для строительства научно-познавательного центра. Кроме того, там будет работать и бизнес-инкубатор, который займется развитием стартапов, чьи технологии помогут в освоении космоса. А жители смогут посетить лунную базу и пообщаться с роботами. Это мы узнали из телеграм-канала «Одинцова оперативно». Ну и куда же без рубрики «Гороскоп». Естественно, это интересно для каждого, наверное. Поэтому я предлагаю посмотреть и узнать, что же нас с тобой ожидает сегодня и вас, дорогие телезрители. Сегодня овны смогут получить важную информацию, которая поможет принять правильное решение по важному вопросу и столкнуться с неожиданными возможностями, которые могут привести к увеличению дохода. Тельцы, будьте готовы к встрече с новыми людьми, которые смогут стать новыми друзьями или даже вашей второй половинкой. А еще сегодня вы сможете осознать свои цели и приоритеты в жизни. Сегодня ум близнецов будет работать на полную мощность. Возможно, вы найдете подход к решению проблем, который откроет вам новые возможности в карьере или личной жизни. День раков начнется с положительных эмоций и хорошего настроения, которые станут сопровождать представителей этого знака на протяжении всего дня. Он, кстати, будет наполнен активностью и множеством дел. Львам сегодня стоит помнить, что каждый день приносит свои уроки и возможности для личного роста. Используйте эти моменты, чтобы сделать выводы и двигаться вперед с новыми знаниями. Возможно, сегодня девам придется принимать трудные решения в своей карьере или бизнесе. Не бойтесь рисковать и доверьтесь интуиции, но не забывайте о здравом смысле и анализе. Способность весов посмеяться над собой поможет сохранить позитивный настрой на весь день. Помните, юмор может сделать жизнь более яркой и веселой. Скорпионы сегодня могут ощущать усталость или беспокойство, но не стоит позволять этому влиять на вашу работу или личные отношения. Необходимо найти способ расслабиться и справиться с негативными эмоциями. Стрельцы сегодня будут чувствовать себя уверенно, поэтому это хороший день для того, чтобы принимать важные решения. Также возможно получение приятных новостей, связанных с финансами. Сегодня козероги могут получить дополнительные деньги или возможность начать бизнес. Будьте готовы взять на себя дополнительные риски и вложить свои силы в то, что любите. Но не забывайте находить время для здоровья. Водолеям сегодня стоит позаботиться о своем здоровье. Постарайтесь уделить время физической активности и здоровому питанию. И подготовьтесь к неожиданным переменам на работе. Сегодня рыбы будут чувствовать себя энергично и мотивированно. Это будет отличный день для достижения своих целей. А еще вы можете получить неожиданные новости или предложения, которые откроют для вас новые возможности. Сегодня вечером телеканал ОТВ подготовил для вас интересную программу. Кристина Болдин расскажет про кино. На чем остановился ее выбор, смотрите далее. Сомневаюсь, что приверженцы чтения книг одинаково предпочитают творчество Пушкина и Достоевского с Радищевым, Чехова и Булгакова с Грибоедовым, Гоголя и Чернышевского с Тургеневым. Мне всегда нравился Николай Васильевич Коголь. Согласитесь, есть в его литературном наследии словесные жемчужины, которые оставили заметный след. О его герое. Среди нас нет его современников, зато мы можем довольно легко перенестись в его время. И сегодня я предлагаю разобрать старую экранизацию «Ревизора» от режиссера Владимира Петрова. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет «Ревизор». Как «Ревизор»? Как «Ревизор»? «Ревизор» из Петербурга «Инкогнито». И еще с секретным предписанием. Вот тема. Тут не было заботы, так подальше. Что делать в первую очередь, смотреть кино или читать в оригинале писателя? Мой совет субъективен, но считаю его вполне приемлемым. Сначала предпочтительнее чтение, а затем уже кино. Так можно сравнить первоначальные образы героев и те, что предложил режиссер Владимир Петров. К сожалению, наша программа уже заканчивается, но я каждому из вас желаю классного дня. Всем пока. Замечательного дня, действительно, и отличного настроения, чтобы все у вас сегодня получилось. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова